Вопрос возвращения Крыма под контроль Украины должен рассматриваться в рамках переговоров о прекращении войны на Донбассе. Об этом заявляет глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря. По его мнению, отсутствие крымского вопроса в переговорных процессах между Украиной и Россией и Европой откладывает процесс деоккупации полуострова. Той формат, який є зараз стосовно пошуку мирного врегулювання на сході України, на Донбассе, Крым до нього не включений. Минский формат, нормандский формат, он не относится Крыму. Само тому одна из констатаций, у нас есть вакуум, або отсутствие стабильного, надежного, переговорного, международного формата, крім пока что Организации Объединенных Наций, де Россия має право в это, щодо повернення Крыму. Если бы крымский вопрос был включен в повестку дня международных переговоров относительно ситуации в Украине, это заставило бы власти более оперативно работать над подготовкой и принятием стратегии возвращения полуострова, считает коллега Немыря, член межфракционного объединения Крым Валерий Пацкан. Крыму должно быть номер один после вопроса завершения войны. Безумовно. Або в контексте разум вирішуватись. Май бачення в контексте, чтобы разум вирішуватись. Отметим, за полтора года российской оккупации от политиков и чиновников звучало немало обещаний относительно разработки стратегии возвращения полуострова под контроль Украины. Среди прочих это обещал и президент Петр Порошенко. Сегодня стратегия завершуется уже как целесный документ в Раде национальной безопасности и обороны. И она будет презентована наиближшим часом. Но Крым остается нашим первым приоритетом. Просто у меня предупреждение держаться. Эти слова прозвучали полгода назад. Однако в итоге о судьбе документа больше ничего не известно. Не знают о нем ни в Кабмине, ни в парламенте. А у крымчан по обе стороны перешейка с тех пор продолжаются проблемы, связанные с неурегулированностью действующего законодательства и непонятными правилами игры, которые не дают ответа на вопрос, как им жить дальше. Отсутствие стратегии возвращения Крыма также способствует продолжению репрессий в отношении граждан Украины за перекопом. Когда минулого заседания комитета мы обговорили кричущий факт, когда прокурор Крыма решение было принято про затримание на два месяца нашего коллега народного депутата Чубарова. Это также свидетельство того, что в данном случае такие вещи происходят, потому что, соответственно, нет контрзаходов или такой стратегии. Отсутствие государственной стратегии возвращения Крыма также создают почву для многочисленных нарушений прав переселенцев. Как отмечают общественники, происходит это именно из-за отсутствия четких правил работы государственных органов с теми, кто был вынужден покинуть свои дома. Исправлять ситуацию пока удается на ходу усилиями экспертного сообщества, которое уже больше года, по сути, выполняет функцию государства.